А как правосубъектность применяется к людям? Могут люди быть правосубъектными? Вот, кстати, очень хороший вопрос. Он, кстати, на самом деле не менее важен, чем относительно государств. Вот если уйти вглубь истории, то у человека зачастую не было вот этой самой правосубъектности. Это времена рабовладельческого строя. А если смотреть не просто на человека, вот если нынешнее время взять, а на весь народ в целом, то есть такое понятие, как единая правосубъектность. Вот, например, сейчас у России такого понятия просто не существует. То есть народ России не является правосубъектом, и это зафиксировано у нас в Конституции. Там не прямо написано, что он не является правосубъектом, там это размазано по всей Конституции, и имеется в виду обратная часть, то есть что она не единая, а дробленная. То есть каждый субъект по отдельности. А вот если взять Конституцию Советского Союза, то там напротив была зафиксирована как раз единая правосубъектность всего народа. То есть весь народ был правосубъектом, единым, неделимым. Вот сейчас дробленная у нас в России, а вот тогда была как раз единая. И это на самом деле очень важно. Потому что как раз у всего народа в целом были права. И у государства с народом как раз были правоотношения. То есть вся земля, недра, природные ресурсы Советского Союза принадлежали всему народу, как единому правосубъекту. И государство распоряжалось всеми этими ресурсами в интересах как раз всего народа. Так как народ являлся и собственником этой земли, как единый правосубъект, и учредителем этого государства, то же самое, как единый правосубъект. И это есть основные три базиса построения государства. То есть состояние правосубъектности народа, определение собственника территории и определение учредителя государства. То есть состояние вот этих трех базисов определяет вообще по какой идеологии, на какой идеологической платформе будет построено все государство. То есть социалистическое, либо капиталистическое. Ну третий нет, вообще других нет, есть только две. Либо в одну сторону, либо в другую сторону. Вот если брать капиталистическую идеологию, народ в ней определен как дробленый правосубъект. То есть разделен на мелкие части, там множество каких-либо субъектов, там физлица, юрлица. По второму базису территории и ее богатства находятся уже в руках групп правосубъектов, выгодополучателей. Ну то есть олигархов, да. И по третьему базису учредителем уже государства является тоже какая-то группа лиц. Не весь народ в целом, а какая-то группа. Вот что в принципе сейчас и в нашей стране, и во множестве других капиталистических стран мы и наблюдаем. Кучка олигархов получает всю прибыль, а народу достается там какая-то лишь малая часть всего большого пирога. А что касаемо второго состояния, как раз когда у народа единая правосубъектность, то следовательно по второму уже базису собственность будет на всю территорию, ее богатство будет находиться в руках всего народа как единого правосубъекта, как я уже ранее говорил. И по третьему базису учредителем государства тоже является весь народ. В таком случае как раз именно народ является выгодополучателем от деятельности государства, так как он и собственник, и учредитель государства. И это в принципе единственный вариант, в принципе это не тема нашего сегодняшнего разговора, но тем не менее стоит этого коснуться. То, что это как раз единственный вариант того, чтобы имущественная разница снижалась, то есть чтобы зарплаты росли, а цены снижались. То есть это вот как во времена Сталина, когда вот как раз то же самое и происходило 1 апреля. Цены снижались на товарно-родопотребление, а зарплаты систематически росли. Вот такое состояние трех базисов определяет именно социалистические идеологии. Да, я помню даже 1 апреля был день снижения цен, а теперь у нас день дурака. Да, да, да. Интересно, интересно. Капиталисты придумали свой праздник. И получается, что когда развалили Советский Союз, просто у людей отняли их права, получается. Ну, по сути, тоже отдельные истории, достаточно длинные, мы тоже ее уже обсуждали в прошлых эфирах. Это когда речь шла именно о том, кто виноват в разрушении Советского Союза. То есть тут то, что Горбачев переложил всю свою ответственность на депутатов, и те уже приняли все вот эти незаконные... Ну, точнее, они как бы легиметизировали все это, но тем не менее сам Горбачев хитрым образом ушел от ответственности, переложив всю вину на депутатов. Да, я к тому, что нужно просто нам вернуть свои права тогда. Для этого необходимо переходить на другую идеологию. Это достаточно сложный и длительный процесс. То же самое мы его, в принципе, обсуждали на прошлых эфирах, можно посмотреть. А правильно я понимаю, что в случае, когда правосубъектность раздроблена, народ не является источником власти тогда, а олигархи являются? Или как-то иначе? Да и нет, он все равно является источником власти, так как он все равно правосубъект. То есть неважно, он единый или дробленный. На более ранних этапах, на более низких этапах эволюции, да, такое, в принципе, могло быть возможно, так как народ вообще человек был не субъектом права, а просто ресурсом, когда его там перекупали, да, там, одни собственники другим. Вот. В капиталистических идеологиях, так как правосубъект является дробленный, народ все равно остается источником власти по одной простой причине, что он все равно легимитизирует правящую группу, голосуя за каких-либо кандидатов. Вот. А в социалистической идеологии, то есть помимо того, что он является источником власти, он еще является выгодополучателем, как я уже говорил, о деятельности государства. Потому что он и собственник, и учритель. Вот. Таким образом, при любой капиталистической идеологии, какая бы она там ни была, либеральная, государственная, о которой сейчас много говорят, народ от этого выгодополучателем-то не будет. Выгодополучателем останется опять определенной группой лиц, а следовательно, имущественная разница будет все равно продолжать расти. То есть цены будут увеличиваться, зарплаты будут либо на том же уровне оставаться, либо снижаться, либо все это будет съедать инфляция, которая будет постоянно расти. Суть такая. Вот. Простыми словами, большая часть народа будет постоянно беднеть при капиталистической идеологии. И вот, как я говорил уже ранее, правосубъектность – это один из базисов построения государства, причем самый основной, самый главный. То есть, почему так? Потому что остальные два базиса отталкиваются как раз от него. Поэтому вот определение самого состояния правосубъектности народа, то есть единое или дробленное, это вообще, в принципе, главный вопрос во всем. От этого, в принципе, зависят жизни всех людей. Из-за этого также начинается вообще все. Конституция, законы, определение количества прав у человека в государстве и так далее. То есть, главнее этого вопроса в построении государства именно просто вообще нет. Субтитры создавал DimaTorzok